девятнадцатая фифа надо хоть гол забить и ачивку получить и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok В карьере футболиста такие моменты случаются редко и требуют всего опыта, всех их усилий, потому что сегодняшний день, возможно, важнейший в игровой карьере. Только так и никак иначе, когда речь идет о финале. Сегодня главный и последний матч этого сезона в Лиге Чемпионов у ЕПА. Сегодня Ювентус встречается с Парисом Жерменом. Игра, которая может пойти в историю. Историю одной из команд футбола стадиона страны. Вот как серьезно ты представил эту встречу. Ожидания действительно просто запредельные. Осталось только футболистам их оправдать. Ну, конечно, напрашивается сбор, кто лучше, Криштиану или Месси. Но, пожалуй, мы сегодня с такой темой развивать не будем. Согласен. Давайте просто полюбуемся игрой одного из самых неординарных и одаренных игроков последнего времени. Дамы и господа, мистер Глянец, Криштиану Роналду. Криштиану Роналду. Посмотрим на состав Ювентуса. Вот что мы видим. Игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементирует игру в средней линии. До реконструкции этого стадиона он вмещал всего 20 тысяч болельщиков, а центральная трибуна по форме напоминала расческу. Теперь же новый дом мадридского атлетика готов принять до 75 тысяч болельщиков и уже подал заявку на проведение финала Лиги Чемпионов. Сегодня у них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себя они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Ну чем отличается от 18-го, я не понимаю. Все верно, пора сместить акцент от... Нужно выходить вперед, бей! Денея Лабес! Значительно высший мяч пролетел. Ковани. Подавай! Ковани адрес. Это сложность. Подавай! Подавай! Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, дорогие любители футбола! Сегодня для вас в прямом эфире работают комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. И мы уверены, просто не сомневаемся в этом, что грядущий матч вас не разочарует. Оставайтесь с нами! И вот мы видим состав хозяина. Старая, добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Мы видим состав команды гостей. Команда явно настроена атаковать. Безусловно, эта расстановка предполагает игру на чужой половине поля. Команда начинает эту игру. Поехали! Мяч вперед идет к чужим воротам. А сейчас вперед можно выйти! Это легкий мяч. Других хозяев, кроме голкипера, здесь по эпизоду не предвидится. И буквально подарил мяч соперникам. Ну, решай же! И делает он это. Отличный гол забивает. Все четко он сделал. Все как надо. Выводит он свою команду вперед этим ударом. Какое-то невнятное действие в обороне. И вот, пожалуйста, как результат, гол. Да, защитники оказались совершенно не готовы к такому молниеносному выпаду. А чего, а чего не дали? 1-0 в нашей игре. Влашич. Пока неплохо, а уверенно они идут вперед с мячом. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Он накручивает соперников одного за другим. И это удар. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. Вратарь среагировал и почти отбил. Почти. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...